Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В первой стрельбе завоевала Дарья Вдовина. На германском огневом рубеже самарчанка в олимпийском упражнении пневматическая винтовка 10 метров без труда выбила победные 208 очков. Второй стала немка Барбара Энглидер. Отставание 1 балл. Бронза Уксиу Хонтан Китай и минус почти 30 очков. В общекомандном зачете сборная России заняла первое место и Германия второе, третье Греция. Баскетболисты Самары вернулись домой без победы. Последний выездной матч регулярного чемпионата Суперлиги они проиграли. В Сургуте университет Югра одолел Самару 81-74. Хотя первую половину волжане вели в счете, но на концовку сил не хватило. Не помогли и снайперы команды. Максим Кривошеев 15 очков и Дмитрий Артешин 10 очков. После этого матча Самара занимает четвертую строчку в таблице Суперлиги. Финальную часть регулярки волжане проведут дома. 23 марта в среду МТЛ Арена примет Пермскую Парму, а 26 суббота Ижевский Купол Родники. Болельщики Крыльев Совета второй домашний матч любимой команды снова поедут смотреть в Мордовию, на этот раз с питерским «Зенитом». Такое решение приняла совместная комиссия Российской футбольной премьер-лиги и Российского футбольного союза. Одна из причин – неблагоприятный прогноз погоды. Синоптики обещают на время игры снег и дождь. К тому же поле «Металлурга» до сих пор не соответствует нормам чемпионата страны по футболу. Однако болельщиков Крыльев Совета с абонементами на руках обещают бесплатно на автобусах свозить на матч в Саранск. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.